ребят всем привет с вами ярославна грамакина сегодня я расскажу как пользоваться бета-версией на канале youtube вы заметили наверное что все чаще классическая версия начинает пропадать при переходе на youtube и выскакивает именно бета-версия канала вот смотрите сейчас здесь сразу творческая студия youtube бета-версия в скобочках будет написано когда вы захотите перейти вы сразу же попадаете на новый интерфейс если вы еще пока не умеете в нем работать выход есть вот смотрите здесь есть кнопка классический интерфейс если вы по нему щелкаете выбираете у меня есть срочная проблема решить которую будет проще в классической версии творческой студии и отправить туда вы перейдете я думаю что вскоре youtube вообще полностью уберет классическую версию из использования поэтому всем рекомендую как можно быстрее осваивать именно бета-версию не надо щелкать без конца на классический интерфейс осваивайте новую если вы сделаете это одним из первых то большое вам плюс честь и хвала итак что у нас здесь есть смотрим панель управления мы ее видим да в панели управления у вас будет показано последнее видео я только что его публиковала как настроить часы джеткит сразу пишут просмотры да статистика по видео идеи для вас здесь будут показаны идеи для того чтобы вы могли улучшить свой канал раскрутить его как можно серьезнее много полезной информации у вас есть свободное время вы хотите разучить канал смотрите перейти к курсу так здесь есть новости тоже можно почитать статистика по каналу за последние там 28 дней и известные неполадки на youtube видео когда вы щелкаете на значок видео здесь открываются все ваши видео какие есть посмотрите обратите внимание здесь есть две вкладочки загрузки и трансляции загрузки для то что вы заливали компьютер или с телефона и трансляции прямой трансляции которые вы устраивали когда-либо да в загрузках смотрите есть фильтр вы можете найти ваш ролик по названию по описанию или по количеству просмотров можете выбрать все видео если хотите что-то с ними сделать да а если вы хотите их изменить вы можете изменить название видео описание проставить теги какие вам нужны оптом да параметры доступ например сделать доступ по ссылке настройка функции помощи сообщества поставить возрастные ограничения например если у вас канал для взрослых поставите 18 плюс прописать причину отсутствия субтитров если у вас их нет категории комментарии встраивание лицензии управление правами дата создания пользовательский рейтинг язык видео можете делать что-то с определенными видео например выбрали это это и это теги хотите проставить эти видео вы также по старинке не можете добавлять свои плейлисты гораздо быстрее давненько я кстати не добавляла надо сделать так аналитика аналитика в бета-версии гораздо лучше и удобнее чем в классическом варианте вам сразу же в вкладочке смотрите обзоры просмотры заинтересованность аудитория доход в обзоре вы можете посмотреть время просмотра это что показывал показалось ваше видео да в просмотрах просмотр это сколько перешло их посмотрели подписчики количество долг увеличилось и расчетный доход если вы монетизируете свой канал вот в этой вкладочке в правом верхнем углу вы можете выбрать период здесь есть последние семь дней 28 и 90 дней последние 365 или там за все время ну обычно по умолчанию месяц до 28 дней 4 недели здесь вы увидите лучшие видео за последние 28 дней так последние данные и смотрите что можно посмотреть на графике на графике вам покажут за ваши 28 дней последние когда у вас были публикации вы можете просмотреть закономерность если какая-то публикация понравилась то количество просмотров сразу вырастает заходим в вкладку просмотров здесь будут показы показатели сети адвес значков видео именно для значков видео просмотры уникальные зрители и также показана закономерность от добавленных вами видео типы источников трафика здесь указаны то есть основной трафик например поиск на ютубе идет внешние источники рекомендуемые видео разделы youtube которых можно посмотреть и так далее смотрим еще откуда источник трафика внешне идет гугл поиск 30 процентов одна треть с яндекса вот мой одноименный канал наши дети и он канал на ютубе тоже называется наши дети тоже с него трафик идет вконтакте и там остатки можете развернуть источники трафика из рекомендуемых видео источники трафика поиск на ютубе то что вы люди выбивают и переходят на ваше видео по каким словам если что вы можете их добавить в описание например но так и такого нет источник трафика с ваших плейлистов больше всего из чего приходит заинтерес То есть вы ставите конечные заставки ваших видео и какая у них лекабельность. Аудитория. Уникальные зрители. Среднее число просмотров одним пользователем. И количество подписчиков. Время просмотра подписчиков без подписки, которые, ну конечно же, есть подписка. Распределение по полу женщин и мужчин. По странам. По возрасту. Поставная у меня категория 25-34. Самые популярные языки субтитров в субтитрах нет. Ну и доход. Если вы используете монетизацию. Я монетизацию не использую. Но если вы ее используете, то вот здесь она будет отображаться по месяцам. Какие самые прибыльные видео. Вот источники дохода. Смотрим дальше. Вкладочка комментарии. Вкладочка комментарии. Опубликованные, которые находятся на проверке или которые спам. Опубликованные, вы можете искать также по фильтру. Например, по какому-нибудь слову. Например, спасибо. Кто вам написал и вы хотите ему в ответ что-то кинуть. Здесь же сразу в комментариях вы можете ставить лайк, дизлайк или сердечко добавлять. Еще здесь есть меню действий. Сразу удалить, сообщить о спаме, заблокировать пользователя. Публиковать комментарии пользователя без проверки. Или вообще назначить пользователя модератором. Это очень удобно. Перевод. Если вы пользуете вкладкой перевод или будете пользоваться сейчас, то тоже вам поможет. У вас может быть перевод на несколько языков. У меня язык пока стоит везде только один русский. Здесь вы можете сохранять черновики, если они у вас есть. Так, сообщество публикованное. Ну, переводчик у меня пока не пользуется. Хотя, может быть, стоит рассмотреть эту возможность. Другие функции. Другие функции. Это остались те функции, которые доступны в фактическом интерфейсе. Те же самые плейлисты, прямые трансляции, начать эфир, статус, функции, фонотека, оформление канала. Так, посмотрим в настройках. В настройках общие вы можете поставить валюту, в которой вы пользуетесь, если монетизируете канал. Сам канал, какие у вас ключевые слова прописаны. Загрузка видео. Если вы здесь что-то пропишите, оно будет автоматом у вас публиковаться. Сообщество. Модераторы, одобренные пользователи, заблокированные пользователи. Если у вас что-то есть, черный список. И другие настройки. Мы опять вернулись туда же. Классическую версию. Так. В новинке. Вы можете здесь почитать подробнее о творческой студии и новых функциях. Будет раскрываться другое окошечко и можете посмотреть. Очень часто выходит в начале только на английском языке. О новых функциях здесь бывает вот такая справочка справа. Новости YouTube вам пытаются разжевать, как пользоваться, что снимать. Как быстрее вам адаптироваться к новой бета-версии. Отправить отзыв. Отправить отзыв. Если у вас возникла какая-то проблема или вам, наоборот, еще понравилась эта версия, то вы можете отправить ее. То есть пишите проблему или поделитесь мнением. Если возникла проблема, вы можете всегда приложить скриншот. Добавили, что-то не получается, напишите, вам помогут, если есть способ решения вашего вопроса. Если вы просто поделитесь мнением, что вам удобно или неудобно, чтобы разработчики лучше поняли, смогли понять, какая версия лучше. Я знаю, что эта версия висит уже очень давно и наконец-то ее начали активно внедрять. Я думаю, что классический интерфейс потом вообще уйдет в небытие. Поэтому еще раз повторюсь, пока есть такая возможность, осваивайте бета-версию как можно быстрее, чтобы лучше в ней шарить. Можно посмотреть.